Так исторически сложилось, что в Украине говорят по-русски, в Казахстане говорят по-русски, ну в России говорят везде по-русски, в Татарстане говорят по-русски, в Пашкиростане говорят по-русски. Везде говорят по-русски, это просто так исторически сложилось. Как же оно так исторически сложилось? Ну просто сложилось. А может оно и сложилось, потому что запрещали в Украине говорить по-украински. Просто тупо запрещали. Просто тупо сжигали украинские книги. Просто тупо на украинском языке нельзя было получить высшее образование. То же самое в Казахстане. Просто тупо нельзя было получить хорошее образование на казахском языке. Так исторически сложилось. Так если россияне сейчас говорят, что уменьшение использования русского языка в Казахстане, в Украине это ущемление прав русскоязычных. Это дискриминация. Так может быть тогда нужно признать, что была дискриминация украиноговорящих, казахоговорящих. Так ведь получается, нет? А что с евреями случилось-то, между прочим? Вот русские все говорят, что Советский Союз спас евреев в Европе. Можно так сказать, да? Хотя евреи приложили к этому тоже максимум усилий. Они были в Советской армии. Было много в Советской армии. Правда? Посмотрите, сколько героев Советского Союза евреев. И посмотрите по количеству населения евреев в Советском Союзе. Ну это ладно. Но вот что случилось-то? Все евреи, которые жили в Украине, в Белоруссии, которые родились в начале 20 века, все говорили на идиш. Практически все. До Второй мировой войны были еврейские театры. И после Второй мировой войны евреи, которые родились вот до Второй мировой войны, там во времена Второй мировой войны, вдруг резко перестали говорить на идиш. Их дети, то есть которые родились уже в 60-х, в 70-х годах, уже вообще не говорили на идиш. Что случилось-то? Как так исторически сложилось? Почему вдруг? А может быть это и было притеснение еврейского населения? Сейчас говорят, что, мол, русским тяжело поступить учиться, а евреям как было поступить учиться? В 50-е, в 60-е годы, в Украине, в Москве. Забыли? Или это считается, нет, это было украинское дело? Да нет. Если...